Здравствуйте! В эфире новости первого Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. Молодежь начала знакомиться с традициями казахского народа. Первое знакомство произошло с лошадьми. О том, как это было, смотрите в репортаже Амины Смаковой. В Караганде собаки поют тазан. О том, правда ли это, расскажу я, Амина Смакова. Очередное повышение цен. Власти города хотят повысить тариф на проезд в общественном транспорте. Совсем скоро горожане за поездку в автобусе будут платить по 70 тенге. Подробности расскажет Серегжан Маулитбай. Власти города хотят изменить тариф за проезд на городском транспорте. В скором времени горожане будут платить за одну поездку 70 тенге вместо привычных 50. Проект о повышении цены направлен на антикоррупционную экспертизу, после которой он будет рассмотрен в городском маслехате. Руководство автопарка мотивирует это тем, что на сегодняшний день действующий тариф 50 тенге не обеспечивает себестоимость перевозок. И представили нам расчеты на 82 тенге. В настоящее время местной исполнительной властью рассматривается вопрос повышения тарифа. В настоящее время проект направлен на антикоррупционную экспертизу, потом будет направлен на осмотрение городской маслехат. Акиматом направлено рассматривается данный вопрос и направлено на антикоррупционную экспертизу. Напомним, автопарк номер три объявил протест против старых тарифов, не пускает автобусы на дачные маршруты и сократил количество на городских направлениях. Когда повышали цену с 30 до 50 тенге, перевозчик обещал наивысший уровень сервисного обслуживания. Однако, стоит только проехаться на автобусе и становится ясно, что это не так. Руководство третьего автопарка комментировать ситуацию отказывается. На эту новость пользователи социальных сетей Фейсбук и Твиттер отнеслись негативно. Ура, даешь 100 тенге. А че так поскромничали-то? А чем обосновывают и что обещают? Новые комфортабельные автобусы с кондиционированием? Увеличение количества автобусов на маршрутах? Улучшение расписания движения? А кто нам зарплату повысит на 20%? Спасибо любимому Акиму и третьему автопарку. Наверное, Караганда – самый богатый город, и жизнь, как в Москве, должна быть дорогой. И что же это получается? Я и так в основном пешком хожу. А тем, кто на самом деле? Куда мы катимся и кто это допускает? Многие трудящиеся горожане получают невысокую зарплату. Тариф 70 тенге будет бить по их карману. Им остается надеяться на благоразумие народных избранников. Серегжа Маулитбай, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Модернизация ЖКХ довела до суда. Сегодня состоялось судебное слушание по делу неудавшегося ремонта по госпрограмме. Жителям одной из улиц Сарани около двух лет назад предложили провести ремонт подвала и кровли. Однако по неизвестным причинам так его не выполнили. Плюс ко всему, КСК теперь подал на людей в суд за то, что те не оплатили оказанные услуги. Подробности в материале нашего корреспондента. Когда вам зададут вопрос, тогда вы имеете право отвечать. Занесите, пожалуйста, протокол замечания. Присаживайтесь, пожалуйста. Судебное слушание началось на нервной ноте. Многие участники процесса отказались, чтобы их показывали в эфире, что лишний раз подтверждает о серьезности дела. Ничего, не утеплили, ничего. Шлаком засыпали внутри, колобцы не почистили. Когда дом 67А по улице Джамбыло, что в Саране, в 2011 году попал под программу модернизации ЖКХ, его жильцы всячески поддерживали эту идею. Проблемы, накопившиеся в доме, давно волновали жильцов. Взять, к примеру, подвал, который уже десятки лет был затоплен канализационными стоками, а чердачное помещение и вовсе превратилось в решето. С самого начала проведение ремонта началось ни в соответствии ни с техническими нормами, ни с юридическими. И поэтому жители нашего дома выбрали инициативную группу в количестве пяти человек, в том числе в этой инициативной группе «Состою я». И доверили этой группе контролировать проведение работ и подписывать акты приемки. Людям обещали, что в подвал они в буквальном смысле будут спускаться в тапочках. Но с самого начала что-то пошло не так. Инициативная группа следила за ходом ремонта, постоянно замечая какие-нибудь огрехи. Также жителям дома не были предоставлены необходимые документы, в их числе дефективные ведомости и сметные собрания. Люди обращались с официальным заявлением в вышестоящий орган, но документов им так никто и не дал. Спустя два года, уверяют жильцы, ремонт в доме будто и не проводили. «Подвал также остался затопленный, без сапог туда невозможно войти. Проводка в подъездах в ужасном состоянии. Более того, когда проводился капремонт, произошло замыкание проводки, был пожар, о чем освещалось это в прессе. Мы неоднократно взывали к помощи к общественности». «Они все деревья с корнем повырывали, выкопали траншеи, прокладку делали, чтобы продли подвал сделать. Зачем обманывать стариков? Они знают, что в этом доме одни пенсионеры. И они решили им лапшу на уши повешать». В итоге, по истечении двух лет, КСК подала на жильцов дома иск в суд за неуплату материальных средств за ремонт. Но сами жильцы не стали терпеть такого и написали встречные заявления. Судебный процесс завершился поздно вечером, и, как выяснилось, приговор будет вынесен на следующем слушании. Чем завершится скандальное дело, узнаем совсем скоро. Марк Брюшко, Засулана Мантыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Центр по работе с молодежью организовал в шахтерской столице своеобразные уроки казахского языка. Участникам, молодым людям показывали и рассказывали о национальных предметах и давали попробовать кумыс. Но самое приятное для молодых людей было знакомство с лошадьми. Амина Смакова с подробностями. Главной целью мероприятия было стимулирование процесса обучения государственному языку путем применения нестандартных и оригинальных методов обучения. Сегодня мы проводим очередное заседание молодежного клуба «Казклаб». Целями данного клуба является стимулирование изучения государственного языка и ознакомление с традициями, с культурой казахского народа. Все участники остались довольны уроками. Каждый попробовал для себя что-то новое, в частности, катание на лошадях. Кто-то из молодых людей прокатился верхом в первый раз. Ну, о традициях, о лошадях. Узнали много слов на государственном языке. И поэтому будем посещать теперь это мероприятие каждый месяц. Правда, не все, как осели, узнавали обо всем в первый раз. Некоторые участники в седле уверенно держатся, и кумыс умеет правильно пить. Все это я знаю. Ну, просто, конечно, повторять в этом ничего такого нет. Мне кажется, это, наоборот, нужно даже больше, нужно еще больше развивать эту программу. Ну, как бы, ну, много есть молодых людей, которые, ну, не знают даже большинство, ну, названий, например, которых мы сегодня прошли, не знают, ну, традиций, обычаев казахского народа. Так что я двумя руками за проведение таких мероприятий. Мероприятие удалось. Молодые люди ушли довольными. Большое впечатление на них больше всего произвели лошади. Организаторы таких необычных уроков обещают в следующий раз придумать еще что-нибудь более оригинальное. Амина Смакова, Лжас Габасов, Асхата Беду, Первый Карагандинский. В Караганде поздравили строителей с их профессиональным праздником. Акимат города выразил огромную благодарность людям этой тяжелой профессии. Вручил им памятные подарки, благодарственные письма и цветы. О том, как все происходило, расскажет наш корреспондент. А также почетной грамотой награждается коллектив отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды. День строителей – профессиональный праздник для всех рабочих, занятых на тысячах стройках по всей стране. В шахтерской столице строителей не меньше. Именно по этой причине для них была подготовлена торжественная концертная программа. И от лица Акима города Караганды, от себя лично хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником. Пожелать вам крепкого здоровья, удачи, благополучия, семейного счастья и творческих успехов. Огромную благодарность от себя лично выразил Кадыргали Аспанов. Человек, который не понаслышке знаком со строительным делом. Строить – это очень хорошо. Это строить жизнь, строить большие города, строить сети. Это, наверное, высшая страна, которая есть у человека. Я так думаю, город Караганда показывает пример качества строительства, пример объема строительства по сравнению с другими городами. Это вы видите, конечно, я не могу сравнить с того Алмату, но Караганда стоит в одном, можно сказать, в ряду с этими. И большая заслуга вас, уважаемые строители. Приглашенный живой оркестр и исполнительница стали еще одним подарком всем строителям. Амина Смакова, Божия Аналипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди». Прекрасный выбор за вами. Аким области Вауржан-Абдишев провел совещание по развитию строительного комплекса региона. К совещанию была приурочена выставка, проходившая в КарГТУ, на которой свою продукцию представили более 40 предприятий стройиндустрии Караганды, Балхаша, Сарани, Тимиртау, Шахтинска и ряда сельских районов. Материал нашего корреспондента. Мадина Рахимбаева представляет на этой выставке свою фирму по производству энергосберегающих окон. Эта компания на рынке Казахстана существует уже более 10 лет. Сейчас фирма в числе лидеров в этой сфере. Производство у нас немецкое. Профиль весь немецкий, самая большая гарантия. 7 лет у нас. Специализированная выставкой «Круглый стол» по вопросам развития строительной индустрии собрала в стенах одного из вузов около 40 компаний. Все они занимают лидирующие места в производстве тех или иных стройматериалов. На сегодняшний день все они заданы одной целью – повысить казахстанское содержание. И сегодня мы проводим для того, чтобы из строительных компаний и строительной индустрии нашли друг друга, установили контакты, чтобы повысить. Сегодня, вы знаете, точкой роста мы определили строительную индустрию в том числе, поэтому мы такие мероприятия будем, не сказать, что очень часто, но будем проводить. Глава области провел совещание по развитию строительного комплекса региона. Открывая совещание, Бауржан Абдишев отметил, что строительный комплекс обладает хорошим потенциалом и оказывает влияние на развитие экономики. Сегодня в стройиндустрии области действует более 800 предприятий. Здесь трудятся почти 40 тысяч человек. А объем произведенных ими строительных работ за последние пять лет возрос почти в два раза. Марк Брюшко, Сергей Лисокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Вместе мы создаем будущее. Под таким девизом с 1 августа по 30 сентября проводится акция «Дорога в школу». В рамках акции около 3,5 тысяч детей из социально незащищенных семей получат в подарок школьные принадлежности. Подробности в репортаже Серегжана Мулитбай. У Митта Монтаева одна из получивших материальную помощь по акции «Дорога в школу». Ей 51 год, у женщины 11 детей и 5 внуков. Ее дети получают школьные принадлежности по этой акции уже не первый год. Каждый раз моим детям дарят школьные принадлежности зимние и осенние вещи. Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно. Ее благородной миссией является оказание материальной и моральной поддержки социально уязвимым семьям во время подготовки к школьному периоду. Также в рамках мероприятия проводятся рейды, в которых выявляют детей, не посещающих школы по социальным причинам и обеспечивают их дальнейшее обучение. Мы проводим это мероприятие, чтобы все увидели, и те, кто еще не знает об этом мероприятии, узнали о нем и смогли поучаствовать. Вот такое мероприятие дальше пройдет в каждой школе, и у всех желающих есть возможность в этом поучаствовать. Они могут обратиться в любую школу города Караганда, либо непосредственно в отдел образования города Караганды. Если вы хотите принять участие в акции и обрадовать еще одну семью своей помощью, вы можете обратиться в отдел образования или позвонив по этим номерам. Собака по кличке Стив поет азан, то есть призывает людей песни к намазу вместе с имамом пять раз в день. Все эти моменты пес не пьет и не ест, пока священнослужитель не допоет. Знакомилась с необычно верующей собакой Амина Смакова. Пес по имени Стив живет по соседству с мечетью. Пять раз в день имам готовится читать намаз. Вместе с ним пес Стив садится во дворе возле скамейки и начинает в прямом смысле слова напевать, не выть, в такт пению имама. Своё пение с имамом собака начала еще будучи щенком. Сейчас Стиву уже 11 лет. Ну, намаз идет пять раз в сутки, вот, пять раз в сутки он поет. Именно не воет, а поет. Вы видели, да? По словам хозяйки такого религиозного пса, Стив в этот момент не пьет и не ест, пока имам не допоет. Пока священнослужитель готовится, собака, уже чувствуя время молитвы, сначала подвывает, а потом, когда имам запоет, начинает призывать людей к намазу. Он поет, вы же видели, он сужает губы, он поет в такт. Если какая-то минута задерживается намаз, он начинает чуть-чуть подвывать. Но как только намаз начинает читать, он сразу начинает именно тоже читать намаз. Имам мечети, рядом с которой живет необычная собака, так же, как и хозяйка Стива, твердо уверен, животные тоже могут читать молитвы и петь азаны. Когда я начинаю петь азан, собака тоже начинает призывать людей к намазу. Это правда. По словам имамы, не только соседский пёс Стив вместе с ним поет азан перед чтением намаза. Многие другие собаки, так же, как и Стив, призывают людей к чтению молитвы. Амина Смакова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Горники вышли на Кельтов. Шахтер в плей-офф Лиги Чемпионов сыграет с Селтиком. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы УЮФА, в котором караганинский шахтер волею жеребия свели с шотландским селтиком. Ак-Тубе предстоит помериться силами с киевским Динамо. Горняки первый матч проведут в Астане 20 или 21 августа. Ак-Тубе также свой первый матч проведет дома 22 августа. Ак-Тубе сумел вырвать победу у исландского Брейдаблика в серии пенальти. Голкипер актюбинского клуба Андрей Сидельников сумел отбить три мяча и принести столь важную победу своей команде. Футболисты, тренеры, да и большинство болельщиков прекрасно понимало, что в Исландии предстоит тяжелейшая битва. Минимальная домашняя победа, пусть и сухая, никаких гарантий не представляла. А тот факт, что Брейдабли, как и большинство других клубов, в родных стенах будет только сильней, еще больше заставил собраться лидера нынешней премьер-лиги Казахстана. Все-таки получилось. Уже на 27-й минуте полузащитник хозяев Финдур Маргейсон распечатал чужие ворота. Все остальное время, вплоть до финального свистка, команды провели в режиме на износ. Беспрецедентная борьба на каждом участке поля привела клубы к серии пенальти, в которой Андрей Сидельников исполнил свой бенефис. Сразу три пенальтиста хозяев проиграли психологическую дуэль казахстанскому киперу. Первый матч плей-офф Лиги Европы состоится 22 августа. В Караганинском теннисном центре завершился обязательный турнир «Караганда-6», в котором принимали участие мальчики и девочки от 12 лет и младше. В соревнованиях приняли участие команды из Астаны, Алматы, Актубес, Шимкента и многих других городов Казахстана. Этот турнир проводится по усовершенствованной олимпийской системе до двух поражений. Главной задачей первенства является стимуляция и стремление населения к здоровому образу жизни и ответственности каждого человека за свое здоровье. Главным судьей соревнований был назначен Слепчук Данил Владимирович. Турнир очень понравился. Были соперники и сложные, и легкие. Были матчи очень эмоциональные. Турнир проходил очень хорошо. Были судьи, давали воду. Все было отлично. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас появилась интересная информация. Телефон 420649. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok